Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами из студии Вашингтона Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Угроза эскалации конфликта на востоке Украины. Президент Порошенко предупреждает о присутствии в зоне конфликта тысяч российских военных. В Вене проходит очередной раунд переговоров с Ираном по ядерной программе, отведенное для достижения соглашения время, подходит к концу. Балтийское море на грани катастрофы, предупреждают экологи. Начнем с Украины. На брифинге Госдепартамента вчера заявили, что Россия, цитирую, несет прямую ответственность за происходящее сейчас на востоке страны. В студии в Праге моя коллега Шахида Икуб. Шахида, какова обстановка в Донбассе сегодня? Спасибо, Наташа. Выступавший сегодня в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко и заявил, что в зоне конфликта находятся более 9 тысяч российских военнослужащих. Сохраняется колоссальная угроза возобновления широкомасштабных боевых действий со стороны российских террористических группировок. Сейчас на территории Украины находятся 14 российских боевых тактических групп, численностью более 9 тысяч военнослужащих. Напомню, что российские власти отрицают наличие своих военных в Донбассе. Президент Украины также сообщил об увеличении численности украинских войск и военных расходов. Экономическая блокада Донбасса, по его словам, не будет снята до тех пор, пока Украина не восстановит полный контроль на границе с Россией. Тем временем Украина заблокировала транспортодорожные сообщения в зоне конфликта. Во многих местах проезд с территории контролируемых сепаратистами на территорию подконтрольной ВСУ прекратился. По информации украинской стороны, жертвами вчерашних боев в Донецке стали пятеро солдат ВСУ. На территории контролируемых сепаратистами погибло 14 человек и более 120 ранены, сообщают представители непризнанной ДНР. В Донецкой областной больнице побывал наш корреспондент Екатерина Малафеева и поговорил с одним из докторов. Всего нам привезли 15 человек. Думаю, такое же количество бы обратилось и в другие больницы. Агнестрельная. Минно-взрывная травма, осколки. Мужчину привезли с Абакумова. Травма несовместимая с жизнью, ранение брюшной полости. А вот что сказала одна из пострадавших, попавших в Донецкую областную больницу. Пролетело, бахнуло нас и все. Ни дома, ни крыши, ни в доме там понаделал, помрал. Вот такие-то вот. Меня откинуло в огород. Бахнуло, я упала. Но ногу у меня скосило. Я ни туда, ни сюда достала кричать в огороде. А тут муж. Я на мужа глянула, он весь окровавленный, вся голова окровавленная. Думаю, ну, в голову попало ему. Михаил Саакашвили отказался от грузинского паспорта в пользу украинского, чтобы стать губернатором Одесской области. Это решение вызвало ожидаемый шквал критики от нынешнего руководства Грузии. Оппоненты Саакашвили, находящиеся у власти в стране сейчас, отреагировали на его решение категорично. Он оскорбил нашу страну и институт президентства. По-моему, такие ценности, как гражданство, гораздо важнее карьеры. Я не понимаю этого шага. Слова президента Грузии практически повторила и нынешний министр обороны. Если раньше кто-то сомневался, то теперь совершенно ясно, насколько бывший президент предан родине. Для него незначимы ценности, которые важны для всех нас, гражданства и службы стране. Михаил Саакашвили покинул Грузию сразу после того, как проиграл президентские выборы в конце 2013 года. На родине против него выдвинули обвинения по нескольким уголовным делам и объявили в розыск. Что думают тбилисты о новом назначении их бывшего президента? Наши коллеги провели опрос на улицы города. Это очень, мне кажется, важный шаг для Украины. Я думаю, что ничего хорошего, поскольку методы его правления, вы уже все хорошо знаете, до чего они довели. Не знаю, может быть, украинцам это нравится. Но если они решили, что им так лучше, Бог им в помощь. Ну, я думаю, что он в первую очередь должен был соглашаться на это, потому что в параллельно этого стал вопрос о гражданстве Грузии. Я думаю, что это просто непростительно. Я думаю, сможет. В соседней Армении разгорелся очередной политический скандал. Один из депутатов правящей партии, Аракел Мавсисян, заступился за семью министра обороны страны и пригрозил изнасиловать и обезглавить обидчиков. Все дело в том, что журналистка местной газеты написала о возможной причастности жены министра смерти, сына известного армянского предпринимателя. Подробнее в репортаже Александра Касаткина и Сиса Габриэлян. С жестокими угрозами выступил депутат правящей партии Армении в адрес тех, кто посмеет критиковать семью, не кого-нибудь, а министра обороны страны. В интернет-ролике Аракел Мавсисян заявил, что министр обороны Сейран Аганян – герой нации. Дай бог, попадутся мне, я лично их обезглавлю. Боже упаси, если их поймаем, обязательно изнасилуем. Ранее супруга министра обороны Армении выдала в суд на газету «Грапарак» за оскорбление чести и достоинства. Я просто написала, какая информация распространяется в СМИ. Если они видят в этом состав преступления, пусть решение примет суд. Спикер парламента Галус Саакян посоветовал не воспринимать угрозы буквально. Журналисты в своих публикациях тоже идут на провокации. И угрозы против меня лично. Комиссия по этике Национального собрания Армении отказалась рассмотреть заявление депутата до официальной жалобы. Александр Касаткин, Сисак Габриэлян. Настоящее время. В России в рамках закона о нежелательных организациях из Госдумы уже поступил запрос о проверке пяти правозащитных НКО на нежелательность. В их числе оказались российское отделение Transparency International. Корреспондент Радио Свободы побывал в московском офисе этой организации. Заходите, пожалуйста. Офис борцов с коррупцией довольно скромный. Организация расположилась в четырех небольших комнатах на цокольном этаже. Так, эта комната называется детская, потому что когда-то здесь были стажеры. Сейчас это мое рабочее место. Но, да, вот эти люди, собственно, дети. Вот, на самом деле наши молодые, действительно, сотрудники. Процентов 90 работа Transparency – рутина. К примеру, надо найти региональных депутатов, не задекларировавших свои доходы. Таких оказалось 746 в 52 субъектах федерации. Нижегородская, Ярославская. Ну, то есть это странно же в каком-то смысле, что общественная организация мониторит, выполняется ли постановление правительства РФ. То есть, ну, вообще, конечно, правительство могло бы само там выделить человека, который бы посмотрел, вот, и начал бы там звонить туда, где оно не выполняется, и говорить, ребята, вы там, это, ничего не забыли опубликовать. Ну, если не... Для этого у нас есть прокуратура, но прокуратура... Но прокуратура... Она скорее будет гоняться за некоммерческими организациями, чем будет непосредственно выполнять. Да, что прокуратура будет в Якунину, звони, спрашивай неделю на декларацию, нет, она лучше к нам придет и будет на следующий день. Это намного интереснее, потому что Якунин ничего не ответит. Там и... Нет, Якунин просто матом пошлет, даже на английском языке. Хорошо, войдет на английский, мы и возьмем. Относительно думского запроса в Transparency не сильно волнуются. Российское отделение – самостоятельное отечественное НКО. И под действие закона о нежелательных организациях подпадать не должно. Илья Кизиров, Антон Олейников, Радио Свобода, Москва. Самым громким проектом Transparency International является индекс восприятия коррупции. Вычисляется он каждый год, и Россия традиционно оказывается в конце рейтинга, наравне с Нигерии и Кыргызстаном. В самом Кыргызстане парламентарии обсуждают законопроект об иностранных агентах. Этим статусом будут наделены некоммерческие организации, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью на территории страны. Наш корреспондент Аделет Бектурсунов встретился с авторами закона и правозащитниками. Законопроект, обязывающий кыргызстанские НКО сообщать об их источниках и размерах финансирования, внесен на обсуждение в парламент. Об этом заявил автор законопроекта депутат Нуркамиль Мадалиев. Он назвал свое детище своевременной и актуальной мерой регулирования деятельности НКО. В стране их зарегистрировано свыше 15 тысяч, и по мнению депутата, многие из них работают непрозрачно. Почему государство не должно иметь право иметь информацию о деятельности организаций, которые работают на ее территории? Депутаты предлагают внести в закон понятие «иностранный агент». Под него подпадут некоммерческие организации, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. В законе вообще нет определения того, что такое политическая деятельность. Поэтому это угрожает избирательными применениями санкций в отношении НПО. Предлагаемый законопроект многие правозащитные организации называют антиконституционным. Формулировки расплывчатые и непонятно, какой орган будет заниматься надзором. Политики стараются в предвыборный период каким-то образом устранить те независимые НПО, которые отслеживают все формы политической коррупции. Это не первые попытки парламента регулировать неправительственный сектор в Кыргызстане. Два года назад законопроект не нашел достаточной поддержки депутатов. Кроме того, с некоторой формулировкой был не согласен даже сам президент Алмазбек Тамбаев. За это время законопроект был доработан и на днях его снова рассмотрят в палате. В случае принятия закона для НПО будет действовать строгий правовой режим, который предусматривает особую отчетность и внеплановые проверки. Адилет Бектурсонов, Азат Матымаков, Улан Ациналиев. В настоящее время Бешкет, Кыргызстан. Коррупционный скандал FIFA продолжается. Подробности у Наташи. Спасибо, Шахеда. Бывший вице-президент FIFA Джек Уорнер заявил, что в его распоряжении есть документы, связанные с финансовой деятельностью организации. В частности, о связи чиновников FIFA и ее президента Зепа Блаттера с национальными выборами в Тринидаде и Табаго 2010 года. По словам Джека Уорнера, эти документы могут пригодиться американским следователям. И лично он, хоть опасается за свою жизнь, больше не собирается молчать. При этом Уорнер отрицает, что лично он был замешан в каких-либо правонарушениях. Это неправда. Южная Африка не давала мне взяток на сумму в 10 миллионов долларов. Они не давали мне никаких взяток. И Блаттер не давал мне никаких взяток. И когда кто-то сегодня задал мне глупый вопрос, я сказал ему, не сегодня, потому что я знаю, что они спешат все напечатать. Все СМИ хотят свою информацию, и они пишут чушь. Блаттер знает, почему он пал. Если это знает кто-то еще, этот человек я. Пентагон сообщил, что возросло число адресатов, ошибочно получивших посылки с образцами живых возбудителей сибирской язвы, которые были отправлены с военной базы в штате Юта. Изначально предполагалось направить безопасные штаммы для калибровки оборудования, предназначенного для борьбы с биологическими атаками. Штаммы были доставлены в 51 лабораторию в 17 штатах США и в федеральном округе Колумбия, а также в Канаде, Австралии и Южной Корее. Свыше 30 сотрудников Пентагона еще 8 гражданских лиц пришлось отправить в карантин. Однако власти заверили, что случаев заражения не зафиксированы, и что концентрации активных бацилл в пробирке недостаточно для того, чтобы представлять опасность для здорового человека. На брифинге в Пентагоне также объяснили, как были упакованы образцы. Они находятся в пробирке с герметичной резиновой пробкой, которая кладется в пакет, и пакет заворачивает в специальную ткань, которая способна впитать любую просочившуюся жидкость. Пакет кладется в герметично закрытый контейнер из поликарбоната и, наконец, помещается в небольшую коробку, обложенную сухим льдом. В конечном итоге трудно представить ситуацию, при которой один миллилитр жидкости сможет просочиться из этого контейнера. В Вене проходит очередной раунд переговоров «шестерки» по иранской ядерной программе, которая предполагается завершить заключением соглашения до 30 июня. Процесс осложнился из обнародованной газеты «Нью-Йорк Таймс» информацией о том, что во время переговоров Иран продолжал накапливать ядерное топливо. За последние полтора года его запас вырос на 20%. Однако, по словам представителя Госдепартамента Мари Харф, это не является основным препятствием. То, что запасы иранского ядерного топлива могут уменьшаться и увеличиваться, совершенно нормально. Однако к 30 июня они не должны превышать 7650 килограмм. В прошлом БАГАТЭ информировала о подобных процессах, и иранцы всегда выполняли требования, что, как мы ожидаем, произойдет и на этот раз. И я бы хотела сказать, что вопрос об уменьшении или увеличении иранских запасов — это не самая большая проблема на переговорах. Иран согласился сократить свои запасы. И переговоры о том, каким образом он это сделает, продолжаются. Для Вашингтона в отношениях с Тегераном есть еще одна чувствительная тема. Американские граждане, которые оказались за решеткой в Иране по обвинениям в шпионаже, которые США категорически отвергают. Их родственники выступили на этой неделе на слушаниях в Конгрессе с требованием поставить освобождение заключенных одним из условий будущей сделки. В революционном суде Тегерана публику в зал заседаний не допускают. Процессы проводятся в закрытом режиме. Недавно репортер газеты «Вашингтон-Пост» Джейсон Резеян, который более 300 дней провел за решеткой по обвинению в шпионаже, предстал перед судом. Его брат Али заявил, выступая в одном из комитетов Конгресса, что обвинения в шпионаже безосновательны. Я вам точно скажу, обвинения против Джейсона являются ложными. Джейсон действительно иногда писал о внешней и внутренней политике Ирана, но это то, чем журналисты занимаются совершенно законно, что признано во всем мире. Роберт Левинсон исчез в Иране в 2007 году. Его родные говорят, что история Америки не знает примеров, когда кого-то держали бы в заложниках дольше, чем Роберта. Они надеются на то, что переговоры с Ираном по ядерной программе приведут к освобождению Левинсона. Моя семья считает, что эти переговоры – самая лучшая возможность добиться того, чтобы мой отец целости и сохранности вернулся домой. И мы хотим, чтобы в ближайшие недели американские официальные лица приложили более активные усилия, когда они будут встречаться с представителями Ирана. В 2012 году власти Ирана арестовали пастора Саида Абедини за то, что он организовал изучение Библии во время мероприятия, которое, как говорит его жена, никак не противоречит законам Ирана. Саида пытали. В первые несколько месяцев заключения его довольно жестоко избивали. Тогда началось внутреннее кровотечение, и были повреждены внутренние органы. Его отправили в какую-то отдаленную тюрьму. Комитет Палаты представителей по иностранным делам принял резолюцию, требующую освободить всех американцев, арестованных в Иране. Комитет заявил о своей солидарности с каждой из ваших семей. Мы можем представить, что вам пришлось пережить. Мы разделяем ваши возмущения. Мы понимаем ваши чувства безысходности. Понимаем, в каком положении вы оказались. Законодатели заявили, что если американцев не освободят, то они не смогут доверять иранскому правительству. Их трудно будет убедить в том, что иранская сторона выполнит условия соглашения, которые планируется заключить до конца месяца. И раз уж мы затронули ядерную тематику, в течение всего нынешнего лета в США будут проходить мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею Манхэттенского проекта. Его результатом стало создание американскими учеными атомной бомбы. По мнению многих, появление этого сверхмощного оружия помогло быстрее закончить Вторую мировую войну и, возможно, замедлить продвижение призрака коммунизма по планете. Начало юбилейным мероприятием было положено в Вашингтонском фоне атомного наследия, куда со всей страны съехались бывшие участники проекта. Рассказывает Вадим Оленичев. Президент США Франклин Делла Норузвельт распорядился начать работу над так называемым Манхэттенским проектом сразу же после того, как началась Вторая мировая война. Прогрессивный мир не мог допустить, чтобы гитлеровский режим в Германии или сталинский в Советском Союзе первыми овладели атомным оружием. Отцами атомной бомбы в США стали американец Роберт Оппенгеймер и нобелевский лауреат из Италии Энрико Ферми. Роберт Картер, в те времена начинающий специалист, создавал ядерный реактор в знаменитой лаборатории Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, которую курировал Энрико Ферми. После монтажа и запуска ядерного реактора две недели мы делали опыты и, наконец, подошли к заключительной фазе, когда ядерное топливо доводится до критической массы и начинается цепная реакция. Энрико Ферми специально приехал из Чикаго и стоял рядом, быстро занося в блокнот вычисления, а я сидел за пультом. И вот когда мы начали подводить к критической массе, шеф моей бригады, сидевший рядом, шепнул, «Бог, давай-ка отдадим Энрико довести опыт до конца». Я повернулся к Ферми и спросил, «Хотите сами довести до критической массы?» На что тот просеял и воскликнул, «Хочу ли я?» и сразу сел за пульт. Роберт Картер до сих пор хранит комочек расплавленного песка, попавшего в зону поражения при первом испытательном взрыве под кодовым названием «Тринити». Он был проведен в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года. Хотя комочек до сих пор радиоактивен, но все же не так, как участники встречи, организованные 70 лет спустя, шутит Картер. Лоренц О'Рурк и Билл Тьюз стали друзьями, еще когда начали вместе работать в ядерной лаборатории Воук Риджа, штат Теннесси, и остаются друзьями все эти годы. В Воук Ридже они, в частности, разрабатывали и испытывали различные методы обогащения урана, который требовался для создания атомного оружия. Всего в проекте были задействованы 130 тысяч человек. Когда была создана урановая бомба «Малыш» или «Литл Бой», бомбардировка японского города Хиросима 6 августа 1945 года, как рассказали ветераны Манхэттенского проекта, фактически стала ее испытанием в военных условиях. Клей Перкинс, еще один из гостей встречи в фонде атомного наследия, рассказал удивительную историю о том, как узнав об атомной бомбе, это он в 80-х годах напал на след компонентов той самой бомбы «Малыш». По инструкции, член экипажа бомбардировщика «Энола Гей» лейтенант Джепсон, прямо перед тем, как бомба была сброшена на Хиросиму, удалил зеленый предохранитель, который блокировал систему детонации. Другой, красный, был запасным. Перкинс несколько лет собирал пожертвования, чтобы приобрести у Джепсона эти устройства, все, что осталось от бомбы. Продажная цена научно-исторического раритета – 167 тысяч долларов. Тем не менее, тема ядерного оружия не ограничивается историческими экскурсами. Вопрос о применении сверхразрушительных вооружений в наши дни снова актуален. Люди во всем мире должны помнить, что случилось во Второй мировой войне, и задать себе вопрос, можно ли было ее предотвратить, может ли это повториться, как этого избежать в будущем. Это просто непостижимо, что нынешние ядерные вооружения в тысячи раз мощнее бомб, сброшенных на Японию. Я очень надеюсь, что человеческой расе хватит ума, чтобы не доводить до ситуации, когда мы все можем быть стерты с лица земли. Одним махом. В этом ключе теперь уже немногочисленные участники тех далеких событий воспринимаются как живое свидетельство того, насколько ответственно должно быть человечество в целом, используя всевозможные разрушительные технологии. И тем лидерам, что стремятся вновь толкнуть мир в пучину холодной войны, следует задуматься о последствиях своих действий. Все эти мужчины и женщины, моложавые и не очень, ученые и технологи, белые и афроамериканцы, до сих пор прекрасно помнят, в чем заключалась их работа в рамках Манхэттенского проекта. Однако только теперь, десятилетия спустя, многие из них по-настоящему осознали, насколько глобальное значение имело то, что они делали. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И далее коллеги в Праге продолжат тему угроз человечеству, которые являются делом рук самих людей. Шахида. Да, Наташа, экологи из Швеции бьют тревогу из-за загрязнения Балтики. Сточные воды из Калининграда попадают прямо в воду. В области нет очистных сооружений. Подробности в нашем следующем репортаже. Побережье шведского острова Готланд – идеальное место для отдыха и рыбалки. Однако за открыточными видами скрываются вполне реальные проблемы. Местные власти утверждают, что выбросы в Балтийское море из Калининграда угрожают экологии острова. Воду загрязняют во всех странах Балтии. Но в случае с Калининградом мы имеем дело с осточными водами. Представьте, отходы от почти миллиона человек. Это своего рода экологическая катастрофа. Выбросы насыщены азотом и фосфором, что помогает лучше расти водорослям, но в то же время лишает воду кислорода, делая её непригодной для рыб. Полумиллионное население Калининграда, когда оно присаживается на унитаз, то всё, что отправляется дальше по трубам, это вот в том самом натуральном виде попадает в реку или в трубы и прямо в море. Швеция с 2007 года предоставляет Калининграду финансирование для программы очистки источных вод. Однако проект до сих пор не был реализован. Очевидно, что у них нет никаких водоочистительных сооружений. И это странно. Все остальные страны вкладывают деньги в очистку воды. Страны Балтии и Польша. В тех участках Балтики, где выбросы строго регулируются, экологи замечают сдвиги в лучшую сторону. Мы видим положительные результаты. Здесь снова плавают тюлени. Фауна возвращается. Следовательно, экологические программы работают. Однако, чтобы защитить Балтийское море от загрязнений, работа должна вестись по всему побережью. Екатерина Кочкина, Марго Бафф. Настоящее время. Новым президентом Латвии стал сторонник увеличения присутствия НАТО в странах Балтии. Следующие четыре года страной будет править бывший министр обороны Реймонд Вионис. Сейм Латвии избрал Виониса президентом в ходе пятого тура голосования. За высший государственный пост боролись четыре кандидата. В прошлом Реймонд Вионис возглавлял Министерство регионального развития и окружающей среды. На пресс-конференции после победы на выборах политик пообещал заняться усилением безопасности страны. Моим приоритетом на посту президента будет, без сомнения, безопасность страны во всех смыслах. В первую очередь, внутренняя и внешняя безопасность. Это означает усиление и развитие наших вооруженных сил, а также увеличение присутствия НАТО в Латвии и Балтийском регионе. И, разумеется, укрепление наших границ. По статистике, в Латвии больше всего женщин предпринимательниц в сравнении с другими европейскими странами. Женщины здесь традиционно считаются двигателем прогресса и источником процветания страны. С тремя историями успешных латышских бизнесвумен ознакомился наш корреспондент Александр Силич. Старую типографию, которая размещалась вот в этом здании, прямо возле знаменитого Домского собора в Риге, пришлось приватизировать почти на драконовских условиях. Месячные выплаты в шесть раз превышали оборот типографии. Деньги в результате нашлись. И теперь здесь один из самых шикарных рижских отелей – Гутенбергс. Хозяйка которого – Майорита Солима – сегодня одна из самых известных в Латвии предпринимательниц. Латвия исторически была лакомным кусочком для разных воевателей. И мужики пока воевали, женщины были вынуждены думать о детей, о стране, о крыше над головой. Увидела свою мечту и вот уже более десяти лет успешно ее реализовывает еще одна известная в Латвии бизнесвумен – Юлия Лочмеле, генеральный директор продюсерской фирмы «Артфорте». Гастроли известнейших и популярнейших в мире симфонических оркестров, балетных и театральных труб – заслуга организаторского таланта Юлии. У нас так как-то сложилось. Мне кажется, что Латвия вообще-то – она женщин. И мне кажется, что основные моменты и в бизнесе, и в политике здесь делают женщины. Одна из которых теперь уже представительница русскоязычной бизнес-диаспоры Латвии Наталья Еремина содержит мебельный бизнес. Когда занимаешься бизнесом, то раскрываются определенные деловые качества еще, кроме творческих способностей. Одна из самых знаменитых и богатых женщин-предпринимательниц на свете – Рут Хендлер, создательница куклы Барби, сказала однажды, успех – это жизненная позиция, успех – это привычка. Успеха легко достигают все, кто стремится к нему и верит в свои способности. Знают это правило и латышские бизнесвумен, которые оседлали удачу, и, видимо, способны успех сделать своей привычкой. А если это получится, то тогда и никакой бизнесмен не конкурент. Александр Силич, Настоящее время, Латвия. Ну а американские коллеги расскажут о том, чем занимается еще одна из успешных женщин – Мишель Обама. У первой леди Мишель Обама довольно плотный график, и приоритетом в нем являются мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Репортаж из Белого дома. На этой неделе первая леди США Мишель Обама вместе с учениками начальных школ со всех концов страны радовалась урожаю в огороде Белого дома. Из-за плохой погоды празднование пришлось перенести непосредственно в Белый дом, где Мишель Обама вместе с маленькими помощниками делала салат из овощей и меда с огорода, который ранее в этом году разбили на южной лужайке. Огород при Белом доме – это часть компании первой леди по приучению американцев к здоровой пище. Это же помогло запустить в 2010 году другую инициативу Мишель Обамы под названием «Давайте двигаться», направленную на борьбу с ожирением у детей за счет большей физической активности. Супруга президента воспользовалась поводом и объявила конкурс «Миллион опыляемых садов». Таким образом, Мишель Обама решила привлечь внимание к необходимости добиться повышения численности насекомых-опылителей, например, пчел и бабочек монархов, численность которых сейчас сокращается. Белый дом сотрудничает с национальной сетью опыляемых садов, в которую входит почти миллион садоводов и 15 тысяч школьных садов. По условиям конкурса, к концу 2016 года в стране должны быть разбиты еще миллион опыляемых садов. Но это огородок погоди. Недавние наводнения в Техасе продемонстрировали важность эффективного управления во время чрезвычайных ситуаций и координации действий государственных и частных организаций. Репортаж нашего корреспондента из оперативного центра по предупреждению ликвидации тех самых чрезвычайных ситуаций. Проливные дожди продолжают угрожать жителям Хьюстона, которые не успели оправиться от последствий недавних наводнений. Оперативный координационный центр расположен здесь, в офисе Министерства национальной безопасности и Агентства по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в округе Харрис. Мы собрали под одной крышей сотрудников управления аварийными ситуациями, транспортного управления, правоохранительные структуры, пожарных, представителей скорой помощи и других служб, которым необходимо работать вместе в случае ЧП. Здесь делают все возможное, чтобы просьба о помощи была услышана. Если у местных структур или городских властей не хватает ресурсов, они просят помочь свой округ, который в случае необходимости обращается к властям штата и так далее до федерального уровня. Сообщение – ключевой момент в чрезвычайной ситуации. Связь осуществляется через телефонный центр. Также поддерживается постоянный контакт с местными СМИ. Власти округа и штата многому научились при ликвидации последствий урагана Айк, который обрушился на Хьюстон в 2008 году. Ураган Айк преподнес нам несколько уроков. Во-первых, мы поняли, что нам нужен больший координационный центр, и мы научились эффективнее обмениваться информацией. Координация такого уровня означает, что федеральные власти и частные организации смогут оперативно и слаженно реагировать на ситуации в случае природных катаклизмов. Хьюстон учится на своих ошибках, но с этими проблемами сталкиваются многие другие страны. На этом наша программа подошла к концу. Заходите на наш сайт, присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Спасибо за внимание и до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Яков. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»